На связи со студией Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. Здравствуйте. 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 Провал оккупантов под угледаром ослабил веру россиян в их способность начать масштабную наступательную операцию. Вот так считают в Американском институте изучения войны. И дело ведь не только в вере, это ведь факты, но ведь все равно они попытаются, как вы считаете? Ну естественно. Дело в том, что как мы и прогнозировали, до 24 февраля, до того момента, когда Путин будет выступать со своим обращением к федеральному собранию Российской Федерации, парламенту России, ему нужно что-то говорить, ему нужно представить какую-то победу или какой-то успех. И поэтому те прогнозы, в которых говорилось, что Россия, российская армия в любом случае попробует атаковать на Донбассе, хотя в информационном пространстве существовала такая версия и гипотеза, что будет вообще широкомасштабное наступление, похожее по своим размерам и интенсивности задачам, тем, что было год назад, то есть бросок мангуста. Но, в принципе, большинство экспертов, большинство аналитиков сходятся на том, что все-таки основная концентрация будет на Донбассе. Так и происходит. Очевидно, что Россия пытается атаковать под Углидаром, продолжает очень интенсивно атаковать в районе Бахмута и в районе Кременной Лимана тоже пытается осуществлять какие-то атакующие действия. Поэтому до 24 февраля очевидно, что в бой будут они бросать все, что можно. Те военнопленные морской пехоты, 155-й бригады морской пехоты, которые оказываются на самом деле не морскими пехотинцами, а личным составом корабельным, то есть кораблей снимают матросов, старшин и отправляют под видом морской пехоты воевать против Украины. Означает, что сейчас поставлена задача любым способом собрать силы и каким-то образом проломить украинскую оборону. Но, с другой стороны, это значит, что у них нет обученного личного состава, потому что между специалистом корабельным и морским пехотинцем абсолютно пропасть просто. Это совершенно разные, хотя оба этих специалистов служат на флоте, но это совершенно разные направления боевой подготовки и выполнения задачи. Это означает, что просто команда у них флота поставлена задача подготовить бригаду, отправить ее на атаку, например, на боевые действия под Углидаром, и они собирают все, что у них есть, в том числе и корабельные составы. Безысходность какая-то уже просто. Ну, абсолютно. То есть бросать матросов под видом морской пехоты, корабельных матросов, это уже, видимо, последняя стадия. Ну, в принципе, они проходили и заключенных бросают, и так называемых добровольцев, и на улицах хватает людей. То есть это уже характеризует, конечно, и уровень подготовки, и та, скажем так, та нервозность, которая существует в генералитете, которая не знает уже, каким образом выполнить те задачи, которые, очевидно, невыполнимы, которые ставятся Путиным. Ну, это так, накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, президент США Байден посетит Польшу. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил на брифинге буквально следующее. Я хочу процитировать. Президент ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно. И вот он добавил, я не буду опережать его слов, конечно, я оставлю всю конкретнику президенту США. По вашему мнению, речь будет идти ведь не только о заявлениях поддержки, да, для такого вот трансатлантического визита, да еще и накануне вот такой даты можно ожидать, конечно, большего, чем просто слова поддержки. Да, абсолютно. На самом деле стратегическое решение принято. И в Соединенных Штатах, и у наших европейских партнеров, союзников абсолютно четкое понимание, что Украина должна победить, Россия должна проиграть, иначе демократический мир проиграет, иначе те авторитарные режимы, которые попытаются сейчас каким-то образом изменить геополитическую карту мира, изменить расклад сил в мире, изменить как раз расклад сил в сторону перевеса тоталитарных, авторитарных режимов. И, естественно, поддержка Украины должна быть интенсивная, должна быть комплексная, и она должна быть прямо сейчас. Не когда-нибудь через год, не когда-нибудь в будущем. Сейчас не время уже для дискуссий. На самом деле дискуссии прошли, сейчас кристальное понимание наших союзников о том, что нужно создать условия для того, чтобы Украина смогла именно в краткие сроки, в короткие сроки осуществить свои наступательные операции и очистить украинскую землю от захватчиков. Это является задачей уже, скажем так, недалекого будущего. Очевидно, что это должно произойти в этом году, и поэтому наши союзники концентрируются на конкретных вопросах. Это будет обсуждаться в том числе на Рамштане, который произойдет завтра. И я думаю, что как раз завтра будут обсуждаться конкретные дела, конкретные уже действия, которые обеспечат Украине не только предоставление новых систем, но и, что важно, обеспечение функционабельности, скажем так, эффективности применения тех систем, которые есть. То есть в том числе обеспечение боеприпасами, обеспечение запасными частями, сервисом и так далее. Для того, чтобы вся эта техника, которая нам передается, она эффективно выполняла свои задачи. Вот интересная информация появилась от пленных заключенных группировки Вагнера. Они рассказали, что при первой же атаке в районе Белогоровки, в Луганской области, погибло 60 человек из 90. Ну вот такие потери для нас не новость. Интересно другое. Они будто бы откровенно верили, что идут воевать, я процитирую, с поляками и наемниками. И вот Кадыров вчера тоже упоминал, что он собирается дойти до Польши. Но вот как-то вот что-то очень часто они упоминают нашего союзника и соседа. Вам не кажется, вот это угрозы у них такие или что это? Ну у кадыровцев и особенно у пригожинцев существует такой тезис, что украинцев используют как рабов. Украинцы на самом деле это такие же русские, это такие же славяне. Особенно Пригожин часто это в своих постах повторяет, что мы с украинцами не воюем, украинцев обдурили. На самом деле это такие же братья и так далее. То есть это тезис, в котором продвигается идея, что Украина руководят американцы, поляки, используют их в своих интересах. Война будет до последнего украинца и так далее. То есть это в принципе тезис российской пропаганды, который постоянно повторяется. И судя по всему он используется для того, чтобы готовить вот это вот временно живое мясо, временно живую силу противника. Для того, чтобы они действительно верили, что они не воюют с украинцами, с которыми связывает их, как они думают, братская любовь. А именно с поляками, которые всю жизнь хотели Россию поработить, американцами, британцами и так далее. То есть в принципе ничего здесь нового нет. То, что Польша хотела бы захватить западную Украину и там постоянно уже вводит свои войска. Это говорится с первого дня войны, в принципе с 2014 года, что уже есть карта раздела Украины. Но в принципе на самом-то деле это Россия продвигает эту идею. Постоянно по неофициальным каналам даже приходили предложения и в Польшу, и в Венгрию, и в Румынию. Постоянно поучаствовать в разделе Украины, пытаясь найти союзников в своей главной задаче уничтожения украинского государства. То, к чему в принципе стремится Россия и для чего вся эта война и затеяна. Все мы в ожидании нового заседания контактной группы в формате «Рамштайн». Оно должно состояться завтра. И в преддверии встречи министр обороны США Лайдостин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэтрайдер, во время диалога речь шла о поставках Украине средств ПВО и артиллерии. Но пока, как мы видим, речь о самолетах вроде бы не идет. А вот артиллерия, как вы считаете, дальнобойная артиллерия станет предметом завтрашних договоренностей? Артиллерия обязательно. Я думаю, не только станет, она уже давно в фокусе. И поэтому именно артиллерия, в том числе и боеприпасный фактор. Потому что одно дело передать какое-то количество САУ, а другое дело обеспечить ту интенсивность огня, которая необходима в тех боевых действиях, которые сейчас происходят. Мы знаем, какое количество используется боеприпасов. Совершенно невероятное по тем нормативам и по тем представлениям о боевых действиях будущего, которое прогнозировалось и в Пентагоне, и в других разведках, в Министерствах обороны западных стран. Они думали, что боевые действия будут совершенно другие, но Россия предлагает боевые действия по типу Второй мировой войны 20-го столетия, когда десятки тысяч боеприпасов используются в день. И для этого, конечно, необходимо напряжение. И оборона промышленного комплекса наших союзников, не только Соединенных Штатов, но и Германии, других стран, которые могут производить боеприпасы 155-го калибра. Я думаю, что именно на это будет обращаться внимание, для того, чтобы обеспечить Украину необходимым количеством не только артиллерийских установок, но и боеприпасов. Потому что в том числе при планировании наступления необходимо планировать и необходимые резервы запасы артиллерийских боеприпасов. Ну и речь пойдет, скорее всего, о дальнобойной артиллерии, в том числе и реактивной. Мы ведь ждем тех, скажем, ракет или боеприпасов «Хаймарсом», которые могут стрелять за 100 километров и дальше. Да, это речь идет о Ground Launch Small Diameter Bombs. Такое длинное название. Это то гибридное оружие, которое создали Boeing и Saab шведский. Это действительно объединение бомбы с двигателем, реактивным. И крыльями, да? Да, крыльями. И еще, естественно, такой умной электроникой, которая превращает вот этот вот комплекс устройств в совершенно точный боеприпас. Там точность до одного метра при дальности 150 километров. Что-то невероятное. И действительно, вот эти боеприпасы могут сыграть решающую роль. Очень похожую на то, как сыграли «Хаймарсы» в июне, в июле, августе прошлого года, когда действительно перевернули ситуацию на фронте. Я думаю, что 150 километров радиус также изменит ситуацию, потому что, кроме того, что мы сможем накрывать штабы, склады с боеприпасами, любые инфраструктурные объекты на глубину 150 километров, то есть фактически на всю глубину оккупированной территории, в том числе и в Крыму. А это действительно меняет ситуацию на юге, когда мы говорим о планировании особенно каких-то наступательных операций. Поэтому действительно эти боеприпасы мы очень ждем. И я думаю, что все-таки они будут предоставлены. Хотя назывались какие-то определенные сложности. Самая большая сложность это в том, что этот продукт, скажем так, он не был массово закуплен еще армией США или другими армиями НАТО. То есть это великолепный продукт, но который был не массово представлен на рынке. Это новая совершенно разработка. И поэтому здесь может быть просто проблема в том, чтобы, например, нет достаточного количества таких боеприпасов на складах, и необходимо запустить производство, массовое производство. Это, естественно, может занять какое-то время до нескольких месяцев. Но я надеюсь, что все-таки есть какое-то количество на складах, которое сможет нам решить вопрос с этими боеприпасами на определенное время, а за это время развернуть массовое производство уже в ОПК США и других стран НАТО. Ну и что касается авиации, я все-таки надеюсь, что сюрпризы тоже не исключены. Мы ведь не знаем, о чем договариваются наши союзники офф-рекордс. Да, вот так ведь? Ну да, действительно, тем более, что много сигналов были и от руководства Министерства обороны, и не только обороны Великобритании. В том числе были новости или сообщения о том, что украинские пилоты начинают готовиться в Великобритании. Это о многом говорит. Просто так никого не будут готовить. Причем это заявляли не так, как у нас было с F-16, когда просто были какие-то новости с непонятными источниками. Сейчас об этом говорили официальные лица. И это значит, что во всяком случае ведутся переговоры по Еврофайтер Тайфун. Это тот основной самолет, который стоит на вооружении военно-воздушных сил Великобритании и не только Великобритании, а других европейских стран. То есть здесь, если мы говорим о предоставлении одной-двух эскадрилей, то я думаю, что этот вопрос можно будет решить довольно-таки быстро. Но если говорить о стратегических планах, то, возможно, F-16 будет более эффективным. Хотя, опять же, здесь нужно смотреть и те нужды, которые нам нужно решать прямо сейчас и смотреть будущее на несколько лет вперед. Поэтому я думаю, что две эскадрилы, даже если будут предоставлены Еврофайтерам, это не помешает нам, например, потом решить вопрос уже стратегический с F-16. Тут даже может быть вопрос решен в формате лизинга, как, например, СААП шведский тот же самый предоставляет свои самолеты Гриппен в лизинг. Этим, например, пользуются чехи, которые уже 20 лет пользуются этими самолетами в лизинг. Как бы это странно не звучало в отношении такой техники. Вот президент Польши Анджей Дуда в интервью с Данью Ле Фигаро считает, что Путин может победить, если Украина срочно не получит нужную помощь. Да, ключевое слово здесь «срочно». И это, наверное, очень сильное заявление перед новым Рамштайном. Поможет ли оно, на ваш взгляд, убедить тех, кто сомневается? И вот, кстати, сегодня стало известно, что Дания передала Украине почти все свои гаубицы «Цезарь». Я думаю, что сомневающихся уже практически не осталось. То есть были, если вспомним, чем были связаны основные сомнения и страхи наших партнеров, это, во-первых, возможность втягивания НАТО в войну. Прямую с Россией считалось, что Россия может легко втянуть в эту войну НАТО, и это может привести к развалу НАТО даже. Потому что не все страны, например, поддержат статью 5, из-за этого начнутся внутренние какие-то конфликты, кризисы и так далее. Ну и второй страх, очень сильный, который следующий пришел на смену первому, это что будет с Россией, если она начнет разваливаться, будет угроза глобальной безопасности, ну и тем более региональной безопасности. Сейчас, я думаю, что нет уже сомнений в том, что любая эскалация, она возможна, и здесь не нужно бояться этой эскалации, поскольку Украина несет основную нагрузку в войне против России, и никакой эскалации, которая бы могла угрожать НАТО, сейчас не может идти речи, ну кроме ядерной эскалации. Потому что то, что сейчас мы видим, Россия заявляет о широкомасштабном наступлении, а сама не может подойти к угледару, неся огромные потери. То есть о какой эскалации, особенно против НАТО. Россия сейчас уже физически не может потянуть такую войну. И второй страх по поводу развала, я думаю, что сейчас уже большинство понимает, что никакого быстрого развала России не будет, что Россия идет очень такими вот быстрыми шагами в сторону установления диктатуры жесткого типа, можно сказать, фашистского типа, и поэтому эта страна не развалится. Там наоборот будет усиливаться централизация, да, под руководством какого-то, возможно, даже более жесткого авторитарного режима, если мы говорим после Путина. Возможно, это будет и при Путине еще, который перейдет к более жесткому диктаторскому режиму. То есть развала России не будет, и это снимает очень многие сомнения у наших партнеров, которые теперь понимают, что чем быстрее, чем концентрирование, скажем так, Украина получит эту помощь, тем быстрее будет решен главный вопрос. Победа в этой войне, а дальше уже будем разбираться, что делать с той следующей авторитарной, еще более авторитарной Россией, но это уже следующая задача. Главное сейчас прекратить эту войну, естественно, путем победы, полной победы Украины, очистки нашей территории и перехода к следующему этапу наказания военных преступников и снятия компенсаций с России. В Главном управлении разведки Министерство обороны считают, что россияне привлекают к обстрелам Украины с помощью дронов-шахет курдских наемников, которые имеют такой опыт. Вот это стало понятно после очередного аудиоперехвата разговоров оккупантов. Два оператора дрона уточняли координаты цели и общались на диалекте курдского языка с вкраплениями слов на фарси. О чем говорит такая информация и как на нее могут отреагировать, например, на Ближнем Востоке или в той же Турции, например? Ну, на самом деле, участие Ирана в войне против Украины, оно очевидно. И это действительно меняет в различных аспектах геополитические расстановки, в том числе и на Ближнем Востоке. Например, Израиль более активно начал участвовать в переговорах с Украиной. Я не скажу, что идет какой-то перелом, но очевидно, что стратегически Израиль уже понимает, что дальнейшее игнорирование этой ситуации или попытка оставаться нейтральными в отношениях, ну, как бы нейтральными в отношениях с Россией и с Украиной, они создают угрозы самому Израилю. И в результате Израиль будет, я думаю, вынужден перейти к более активным действиям на украинском направлении, имени в помощи Украине, возможно, даже и передачи нам системы противоракетной обороны, о которой мы говорим, но я думаю, что не железный купол, там у Израиля есть более мощные системы, которые могли бы нам помочь. Ну, а то, что в Иране ситуация развивается действительно в направлении дестабилизации, это, конечно, другая тема, но я уверен, что чем дальше Иран будет втягиваться в эту войну, тем больше будет поводов и причин для дестабилизации ситуации в самом Иране. Ну вот в Иране, да, ведь продолжают и отрицать свою причастность, дальше отрицать свою причастность дроном Камикадзе, которым россияне бомбят наши города. Ну вот, кроме всего, накануне спикер иранского МИД Насер Канани заявил о том, что информация о планах Ирана и РФ совместно построить в Татарстане завод по производству беспилотников не соответствует действительности. Мол, клевета и провокация. Но, наверное, тяжело представить какую-то другую реакцию, да, и вот признание, так ведь? Ну, естественно, они вообще отрицают, что поставляют какое-то вооружение или системы военного назначения России, и поэтому здесь тяжело было бы ожидать, что они признают свою причастность в строительстве каких-то заводов или передаче новых технологий России. Хотя я думаю, что сотрудничество идет. Насколько известно из разных источников, Иран получает от России технологии и авиационного направления, то есть эти самолеты может получить новый или уже получил, может получать и системы противовоздушной обороны, различные системы электронной борьбы, которые могут использоваться дальше для участия иранских вооруженных сил и других формирований уже в конфликтах на Ближнем Востоке. Опять же, это возвращаясь к Израилю и к интересам его национальной безопасности. А возможно и какие-то ядерные технологии, об этом тоже много говорят. Да, ядерные технологии. Я, например, подозреваю, что вообще как Иран втянули в это дело, вообще в эту ситуацию, Путин просто пообещал им, что поможет с реализацией иранской ядерной программы, потому что это была мечта давнишнего иранцев, естественно, иранского руководства, получить такие технологии и создать свое ядерное оружие. Я думаю, что именно этим Путин подцепил Иран на крючок. Но дальше, естественно, Путин не спешит это делать, потому что он понимает, что это будет уже действительно перебор, это будет уже выход за какие-то, не то что красные линии, а за какие-то буйки тех даже неформальных существующих договоренностей, которые существуют не только между США и Россией, например, но и Китаем и другими странами, которые все-таки придерживаются негласной договоренности. Не распространять ядерное оружие, иначе все это может быстро выйти из-под контроля, и тогда, в том числе, и большие страны, которые пытаются как-то себя развивать как глобальных игроков, ну, в первую очередь, Китай, может оказаться перед большими проблемами. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, был в нашем эфире. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.